И продолжаем, дорогие друзья, Asian New Bloom, с вами Павел Толл Григорьев в студии CC и Дайности против команды Dream Maker, где вторые уже забрали стартовую карту данного Best of 3 и сейчас ведутся счетом 1-0 таким образом. Соответственно, команда Дайности либо сейчас наверстывает упущенное и сводит все на третью решающую карту, либо Dream Maker побеждает 2-0. И побеждатели не собираются Фениксом и Троллем. Для начала ответили с ворованным Эрспиритом и Мираной Дайности. Осталось 10 секунд. Осталось 5 секунд. Что касается банов, тут пока ничего там сверхъестественного особо такого нет. Пангольера убрали не то чтобы сигнатурного, но одного из персонажей команды Dream Maker. Леоница можно увидеть иногда на данном герое. Очередь сил тьмы запрещать героя. Минус Войт Спирит. Ну и судя по всему тоже по третьей позиции каким-то образом пройдутся Dream Maker. Хотя основные персонажи на данную роль самые опасные. Наверное уже в бане всякие Марсы, Тимберы и Бистмастеры. Ну Тайт Хантер все еще в активе, но это не тот персонаж, на которого хочется тратить бан. И Вивера убирают. Поехали разбираться, через что будут играть коллективы. На первой карте прям знатно закинули Дайнести. Dream Maker тоже в паре драк и в принципе в нескольких движениях по карте. Прям близки были к провалу. Но... Пик у них был намного проще в исполнении. И тот факт, что они в паре Мецфиданули, в итоге не аукнулся им так серьезно, как в команде Дайнести. Клокверка. Клокверка выбирают Дайнести. Вновь. В ответ на Earthshaker. Который, кстати, может быть на разных позициях. На данном турнире он уже ходил в мид. Был на четверке. И все. Но возможно еще куда-нибудь сместиться. Хотя, скорее всего, это все-таки Supportshaker. Ну и доберут тройку какую-нибудь, я так понимаю, Dream Maker. В данный момент открывать все карты смысла большого не имеет. Хотя, чтобы соперник что-то у тебя не украл, иногда и можно. Как, например, ДП пикнули в прошлой карте сами Dream Maker. Как раз на четвертый. Очередь сил света выбирать героя. Ну вот, Профета забирают. Для Роуза. В прошлой карте Роуз сыграл очень неосторожно. В этой карте нужно исправляться. Ага, то есть его переименовали в Дестройера, но он все равно говорит Outworld Devour. Слух. Сам. Окей. Инвокера убирает дайности. То есть они думают, что это Хардвейнивый какой-нибудь Профет. Я почти уверен, что это Роуз на Профете. И убирать мидеров сейчас нет смысла. Я думаю, убирать нужно как раз-таки сложную линию. Осталось 10 секунд. Осталось 5 секунд. Стоп, это что, Кор Мирана? Какая-то Хардвейн Мирана или Фармящая Мирана? Ну, это должна быть, наверное, тогда Хардвейн Мирана в таком случае. Или Хардвейн Клокверк. Потому что иначе не хватит урона просто у Комода Дайности. Очередь сил света запрещать героя. Минус Морф. Вот тоже думают, что у Дайности осталась еще первая позиция. А у Дримейкер третий. Сто проц. Времени предостаточно еще у Команды Дайности на выбор персонажей. Минус Вайпер. Это уже ближе к делу. Ну, судя по бану Вайпера, Дайности будут выбирать что-то контактное. По типу Урса, Лайфстилера и всего прочего. Такой обычный это силовик. Милишник. Которым Вайпер сильно мешает перемещаться по драке. Джиггернаута убрали. Но Джиггернаут как-то в прошлой катке совсем не понравился от Команды Дайности. Синдромом бы что-нибудь полегче. Типа в Рейс Кинга такого однокнопочного. Потому что Манту и Блайт Фьюри он, судя по всему, не особо умеет нажимать. Осталось пять секунд. Так. Фантомочка. Фантомочка. Но если на Фантомке он сыграет так же, как на Джиггернауте, у Дайности огромные проблемы. На Фантомке нет возможности кастовать какую-либо неуязвимость к магии без БКБ. Поэтому ему нужно перемещаться по линиям так, чтобы не подставляться под все вот эти выкрутасы от Команды Дримейкера. Они просто взяли для Роуза. Энигму в мид. Ну или может как-то они свапнутся линиями? Не знаю. Ну реально Роуз на Энигме. Им не хватало третьей позиции. Они пикнули персонажа откровенно третьей позиции, но дали его своему мидеру. Короче, я запутался. Давайте будем смотреть по игре. Потому что так определить, что здесь происходит, будет очень тяжело. Я, честно говоря, уже жду следующий Best of 3 матч. Напоминаю просто на всякий случай, что дальше играет команда XS против команды Extreme. XS идут 3-1. 6 к 5. То есть 6 карт выиграли, 5 проиграли. А Extreme идут 3-1. С учетом 6-3. 6 карт выиграли, 3 проиграли. Вот там действительно будет интересный матч 100%. Здесь, ну, посмотрим. Потому что по пикам пока как-то что-то непонятно. Мне непонятно, по крайней мере. Если DM правильно расставит линии, то их пик выглядит интереснее, по крайней мере. И проще. Несмотря на наличие Enigme и то, что на Teamfight нужно застакать тебе как-то правильно. Black Hole, Supernova. Эхо Слэм. Казалось бы, но по сути, ты можешь в трех драках по отдельности использовать все три ультимейта так, чтобы эти сражения заканчивались в твою пользу. Приготовьтесь к битве. А вот у команды Дайности. Тут нужно, чтобы синдром грамотно себя позиционировал в драке и не подставился ни под один из видов контроля. Нужно, чтобы Lost попадал стрелами и в целом не липнулся куда-то. То есть, Дайности нужно не ошибаться, а они не часто это делают. Не очень нередко допускают подобные оплошности. Ну, кстати, интересный момент. В прошлый раз сюда пришли без варда, в этот раз пришли с вардом. Но у вас точно так же стоит, чтобы был Vision. Ну, тут такие вот хитрые мовы, а в каких-то достаточно простых моментах команды часто ошибаются. Ну, вот что такое? Не знаю, как вы определяете, кому здесь изи, кому не изи. По-моему, здесь как повезет. Сольются, типа, и не сольются. Прожмет. Чел на керри, БКБ в замесе не прожмет. Но такие... Дримейкер забрали две руны, но потеряли троль варлорда. Три руны они забрали, но троля потеряли. Такие ФБ за соперником. Оп. Монетки. Такой вот матчап на миде. Не часто увидишь, да? То есть, Энигма стоит против Мираны. В этот момент на топе. ОД стоит против тролля с поддержкой земелья, а тот с поддержкой Феникса. На нижней линии Синдром на Фантомке. При будущей поддержке от Клокверка, который тут, видимо, Курьера пытался поймать. Я не знаю, или Крипов куда-то увезти. Что там? Против Леонида на Профете. Плюс Шейкера. Плюс Шейкера. Ох. Опять же, будут постоянно друг друга тачковать суппорты, и кто-то из них явно должен будет подставиться и умереть в один момент. Мне больше интересно, как будет протекать именно противостояние на центре карты. Насколько здесь много идолонов сможет Лост подворовать. Насколько может в целом Крипов он много. Ну, подинай. Розыч. Не проснулся, парень. Хотя там уже второй час, по идее, как минимум. Даже третий получается у них. Больно Трозаму. Но недостаточно возможности берста урона по нему. Хотя он возвращается, и такое ощущение, что требует к себе внимания соперника. Сейчас истрал пройдет, и его можно будет забрать. Улетает на Икарус Дайве. А тут Крипы перерезают ему путь. Но нечем-нечем Эйчваю соперника наказывать. Пока что будет преследовать. У него есть Орба Феном. Тут нечем спасаться только Мутразама, но он уже подхилился. Поэтому не беда, не проблема. 11 на 3 против 8 на 7. Вроде пока без приключений. Это вот у них пока все длится. Так вот Кизюай попадает в хуги, потом внезапно. И через секунду погибает. Такое было уже неоднократно, а в рамках Эженни Бум. Медовая Энигма, это конечно супер опасно. Много денег, много фарма, быстрые Некра. И поехали, полетели. Забрали все-таки Феникса. Не смог он улететь на Икарус Дайве. Славная смерть, жалкий бой. Ну а ноун тут на относительном фрифарме. Не то чтобы он не боится здесь погибнуть. Теоретически могли бы его пытаться забрать, а не Феникса. Но мы видим, мешать ему фармить просто не способны оппоненты. Ну чем там, астралами. Ну и кстати говоря, без соул рингов, без всего, тут Роуз просто быстрый Некрачи пытается выбить. Так, там Клокер, Когами. Отталкивает Шейкера. Оставляет рунку. Но понял, что сейчас Эдолоны придут разбивать эту руну, поэтому Ласту она не достанется. Ну у того еще практически полный Ботл, поэтому не проблема. Пятая минута, тем более на носу. Можно будет и Баунти забрать. Забрали все-таки. Под Тавром. Через Старшторма. И уже 3-0 в пользу Дайности. Фэнтези нечем цеплять. Не срабатывают. Сетки никакие. А там, кстати, закатились. На Феникса. Феникс, лоу ХП. Догонять нечем. Пошел взамес тролль. Тролль фуловый, и с ним тоже драться как-то не с руки. Фэнтези больно. Фэнтези горит. Фэнтези не сгорит 100%. Ну и отступает отсюда. Судя по всему, в безопасность команды Дайности. Я бы Кизюай вырвал эту кнопку. Таун-то? Потому что немного поднадоел. Он уже там катается. Старшторм и накидывает больно довольно лост. Но тут идолонов ты никак не убьешь за Старшторм. Значит, то спокойно будет он ими дальше продолжать фармить. Если что, отвел там под динайл. Они вновь стакнулись. Но, кстати говоря... Будет ли закатываться ХВАЙ? Закатывается ХВАЙ. Лост. Запрыгнуть. Он не хочет просто поставиться под лэкхолл. ХВАЙ. Так, а этого? А этого? Ну не, лост уйдет. Ну ладно, Роуз отбился от ганга. Потратил блэкхолл, но забрал соперника и заработал денег. Сам не умер. Все, вроде как, неплохо. И Кизюай хочет все-таки добить оппонента. Но тут не хватит урона от фишуры. Фишуры. А он еще и Боттл перезаполнит. Покатились на Кизюай. А что он тут бегал, не понимаю. Штирлиц, вас рассекретили. Разведка не удалась. Как-то непонятно. Непонятно. Первая смерть для команды Dream Maker. Лянь. Забрал Куручев. Нижнюю башню сил света атакуют. Не понял. Это что собирает себя от World Devour. Дестройер. Курьерчик подрезал трозам. Приятненько. Синдрому, кстати, неприятненько. Да сколько можно курьеров-то терять? Камон. Ну, ребят. Ну, аккуратно. Это же куча денег. Так, выход от вас. Сталос, говорит. Леонид, ты приплыл, друг. Нечего было тут синдрома обижать. Ой, как же стрелой он хорошо попал. Это вы видели. Прям сквозь скрипов туда вот. Профета. Сникрачами уже инигмы. Один раз они были прожаты. Ну, и под пуш с центральной линией, видимо, не за горами. Так, закатывается. Кизю Ваевна. Погибает. Фиссура тут дал перед смертью. Такое. Что-то я засиделся на крипстатах. Энигма, как ей и положено. Держит первую строчку по Нетворцу, но лост идет сразу же следом, отставая там на какие-то 50 монет на одного крипа. Абсолютно не критично. Ну, и вообще, в целом, довольно ровненько идут персонажи. От Д немного отстает, но тоже не сильно. На центральной линии немного поддавили крипы. Энигма возвращается, а там все-таки на боссе нападение было. Забрали Кизю Вая. Сколько у него смерти уже? У него три смерти. Половина смерти его команды, это он. Вторые некрочи уже у Розы. Метеор Хаммер. От Фэнтези. Мне казалось, что на третьей позиции Фэнтези будет собирать более боевые артефакты, что ли. Ну, такие вот под пуш, а у Е артефакты тоже интересно. В прошлый раз был Леорик плюс... Плюс Профет. Теперь Энигма плюс Профет. Везде есть Сумоны, все это дело очень быстро пушит линию. Но! Будет БФ, он Фантомки, и она и Эйдолонов, и Энтов будет легко убивать. Буквально там с одного удара. Это все будет позже, если вы к этому моменту снесете все внешние строения. Все внешние вышки. То, конечно, тяжело будет сопернику переживать подобное. Я хорошо отрезал тут как-то... С прутами Леонид. Закатились на Феникса. Но что-то как-то странно его оттолкнул в итоге. HY. Во что будет выходить Мирана? Вот что мне интересно, потому что куча денег. Толком ничего не закуплено. Грэджный стик ПТ. А там что-то летит. Нет, не тот Курьер. Вот тут. Митрюк Хаммер. Ну, молнии, видимо, для Мирана, в принципе, это один из стандартных артефактов. Просто в Крикбайе ничего нет, поэтому я и интересуюсь. Третьи некрочи от Роуза. У соперника стоят почти все внешние вышки. Феникс. Супернову прожал. И все. Нападение на этом завершилось. Как там по блинку? Ну, еще примерно тысяча. А, две. Нормально считаю. Не знаю, почему решу, что тысяча. Роуз тут выходит прям. Жестко навешивает Малюфайсами по Миране. Первыми. Падает постепенно вышка. Не торопится кизюай палиться. Забрали одного. Некроча закатывается дальше земель. Айчуайу больно. А какая-то поддержка. А что он сюда закатился-то один? ОД заходит. Ну, не поздновато ли? ОД тут тоже скрутят. А почему по одному? Закатывается земель. Рипается. Заходит ОД. Рипается. Мирана стоит, смотрит на это. И такая. Ну, давайте, может, трилу дам. Как? Норм. Как-то странно очень. Тактический фит. И остается 1000 голды. Пантомки до покупки Блэйд Фьюри. Выход ворча. Тем временем от Леонида. Нигма дальше собирает себе Блинк Даггер. Такой вот стандартный, без каких-либо ухищрений билд. Молнии у тролика. Дальше загрейдит себе стик. Ну и, наверное, в ближайшее время нужен будет какой-то блокинг-бар. Возможно, будет Яша БКБ. Возможно, просто БКБ. Возможно, Сия БКБ. Тоже такой вариант видели. В зависимости от того, как игра пойдет. Насколько опасна будет игровая ситуация. По поводу Блэйд Фьюри, Баттл Фьюри мы уже сказали. Здесь, скорее всего, Молнии и ОД после Метеор Хаммера собирает себе Блинк для более выгодной инициации. Есть кому иницировать. Этот молодой человек активно перемещается по карте. Феникс. Блэкимбар. Ага. Лады. Ну, то есть, на земле или БКБ я понять не могу. Типа, ты там катаешься по драке, где-то внутри все прочее. Что за Феникса? Посмотрим. Леонид подворовал тут фраг на Клокверке. Кого спрятали? Энигму. Чтобы не Блэкхоллил уж слишком активно нас. Неужели будет инициация? Неужели они реально покатятся сейчас на Энигму? Фениксан. А на кой он закатился-то? Что в чем план? Какой был? Окей. Ускорение. Плос был найден. Крипы были сворованы. Плос такой, да блин, дайте мне фармить. Все-таки дезолятор собирает он. Оп. Хотел не кратча подрезать. Дивардингом Феникс занимается. Кстати, вот, варде стоит. Его бы найти. Начинает с ним разбираться Феникс. Но тем временем выцепили. Ой, как же закатился-то земелье, брат. Ну куда же? Прям Блэкхолл въехал. Я въезжаю в стройку. Ой-ой-ой-ой-ой. 8-8 счет. 8-6, по-моему, только что был, да? Прям... Очень странная игра. Так, тут... Ого. А куда? А так можно из жизни расстаться. Нападение на Феникса. Феникс улетает, и вот за ним полетела Арба, но он уже в Севе. Феникса сложно поебать, особенно когда Коги не стоят. Ну... Типа ты убил Феникса на тройке ОД. Твой Нетворс 7 тысяч. Феникс и Нетворс 3,5 тысячи. Плюс ты потратил ультимейт. Не, я все равно не понимаю. Блинк. Линза. Ну, тут как бы... Ничего странного нет. Чуть чаще хочет Энигма давать свой ультимейт. Нападение идет на HY. HY добьют. Шансов выжить у него было 0. Дальше нашли и Клокверка. И, по-моему, какой-то прям совсем неправильный план в голове у команды Дайнаси. Потому что они просто прилетают и умирают. Они вновь прилетают и вновь умирают. Можно было сейчас смело запрыгивать на ОД. У него нечем спасаться. Спрячется в Астрал и после этого погибнет 100%. Куда же ты выходишь, дружище? За елками спрятался по Роузу. Ой-ой-ой. Начинают нарезать тут же по ОД. Запрыгивать неплохо. Синдром выпилили, кстати говоря. Одного второму закинули. Шикарную стрелу. И уничтожили двоих. Энигма. 30 секунд до Блэкхолла. Сейчас не очень хочет содраться. Приходит Тролль. Тролль все еще с ультимейтом. Может сейчас неплохо он посражаться. Его рановато прячут. Потому что ультимейт по-прежнему в активе забрали. Земелю. И разошлись миром. Жаркий игровой момент был. Ага. То есть это будет два дезолятора. Дезолятор. И дезолятор. У команды Дайности. Помните я говорил о том, что вообще не есть проблемы у коллектива. О! Вот тут-то ты чего делал, а? Просто при стоящих здесь Т-2. По вышках? А Леонид куда полетел? Да вы чего, ребята? А Роуз-то куда? А вы чего делаете-то, гайз? Чего такое происходит-то? Я не могу понять. Центральную башню силу. И почему они делают это по очереди? Почему сначала команда Дайности летит фидить, потом их противники летят фидить, тратят силу ультимейта. Запрыгивает Кизюай. Ультимейт неплохой. Попытаются сгрызть быстренько синдромы. Синдром Блинк никак не может дать. Видимо в сетку попал. Ультимейт. И... Умер. Ну окей Типа да Роуз Леонид Четыре смерти На профете А выход Вичблейд Кстати что там по Пока прервем этот разговор Потому что нашли ОД Закатывается ХВА ХВА попробует тоже выпилить Он вроде как в инвизу уходит пока что Миран тут недалеко тоже в инвизу уходит Улетает ОД Но забрали Леонида Синдром хорошо вошел в драку Спокойно из нее вышел Тут же ХВА попытка добить Хороший астрал Забрали Феникса И Анон прожимает БКБ Правда под этим БКБ Придется просто бегать Хотя нет он нашел все таки Куга И вот его можно будет забрать Потому что ОД там так или иначе погибал В погоне за Клокверком Пока не особо успешно Отталкивает Анона И он уйдет Получается БКБ в никуда Потому что там ОД в любом случае погиб бы Очень какая-то Неоднозначная игра Где смоки то кстати Что там по смокам У кого они должны быть Тут у Феникса Два смока Да Земелья Окверк Два смока Но они просто Лбом вперед бегут И погибают Очень странно Запрыгивает Энигма Поймали Лос Но почему один? Почему ты делаешь это один? У тебя же Черт побери Целая блин команда есть Ты залетаешь один Сюда залетают два суппорта соперника Погибает Синдром Дальше вырезает Все таки Энигму Это Я не знаю Заберут ли Синдром Есть ли на него Управа Да Забрали Синдром В этот момент Еще параллельно погибает Профет Вообще Вот здесь Вот что ж он делал Это один Нижнюю башню сил света Атакуют Силы света Используют сканирование Скам пошел В рожпит Думают что тролль забирает Сейчас рошана Тролику немного не до этого В смоках В соло Опять же Ходит Хуай В смоках Конечно в соло Ходить Не вредно Там пойти Допустим Вижн расставить Еще что-то Феникс Феникс Соло Яйцо Ставит Ну эти команды Играют скорее всего Без тимспиков И всего прочего Потому что При любых других Обстательствах Я не знаю Как такое должно Происходить Ого Сбить телепорт Нечем Улетает Хуай все еще Пытается добраться До БКБ Феникс Естественно Передумал Блокинг бар На Фениксе На 25 Минуте Это какая-то Дичь Зерил Решил себе Собрать Тем временем Минус Шейкер В миде Было на него Нападение Ответное нападение Тут же и от команды Дрейммейкер Прожимается БКБ Просто чтобы убить Одного земелю Все таки Покуда у тебя там 9-10 секунд Блокинг бар Можно оставлять его И на сражениях Нормальные А не на беднягу Ир Спирита Который так или иначе Погибнет Минус Феникс Центральную башню Сорт вы сканировали Он откатывается Гребаную вечность Роуз опять один Выходит И опять один Умирает Опять потерял Блэк Холл Просто в Солумирану Которую не убил Может быть Пора прекратить Центральную башню Сил тьмы Атакуй Центральная башня Сил тьмы Разрушена Центральная башня Сил тьмы Нет Слов Нашли Леонида Его Блэйдмейл Ему ничем не поможет Естественно И Наступает тот самый момент Когда игра Уже постепенно начинает Переходить К своему завершению Я так понимаю Потому что было Долгое перетягивание Одеяла Команда боролись Кто же хуже играет Туда сюда Туда сюда Но тут уже походу Все дико поплыли Дриммейкеры Они просто начали летать По карте И фидить То больше Честно говоря В этом матче Да как и в любом другом В рамках данного турнира Мне не принципиально Кто победит Я думаю Вы догадываетесь Что в азиатском регионе Я болею ровно За никого Но мне просто Я просто надеялся Что он закончится Скорее Этот матч И мы перейдем Уже к Сегодняшнему Бест оф 3 Чемпионов сетки Потому что пока что Ну вот этот матч Он Не смотрибелен Это папчик Которому пока Выбеждают команда Дайности Кстати говоря Тролль без БКБ Теперь можно На него запрыгнуть Раскручивать Топоры Не стали за ним Охотиться в астрал Спрятали Метеор хаммер Я так понимаю В КД Нет не в КД Но не стал его Раскастовывать ОД Да избежишь ты Слово Рока Нижнюю башню Сил тьмы Атакуют Силы тьмы Укрепили Свои сооружения Так феникс Ушел вовремя Нижняя башня Сил тьмы Разрушена Тавр В итоге потерян Нижнюю башню Сил тьмы Атакуют Да уж Абиссалблейд Абиссалблейд Уже не за горами У фантомки И тогда вот Тролль Когда фантом Ассасин Запрыгнет на него С абиссалблейдом Вполне вероятно Может не успеть Ничего сделать Розу бы как-нибудь Грамотнее Блокхолла Своей реализовывать Потому что пока что Вторую карту подряд Это чуть ли не Худший игрок Вместе Наверное Скизеваем А в рамках Данного Бест оф 3 Ну прям Роуз Что в той карте Что в этой На одном из важнейших Персонажей Постоянно оказывается Не там где надо Не тогда когда надо Смог в итоге Спалили парни И слоз спокойно В инвизию уходит Ага И в сал Погибает Профет На верхней линии На этот раз В руках Леонида А Ноун Заходит Тут только что Убили его тиммейта Но он тем не менее Пешком залетает Это сражение И тот же Блокхолл по троим Но его сбивает Моментально ОД Правда Успели выбить Аегис Взрывается Феникс Сан Уничтожили Земелью Дальше Сражение Синдром 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 Прожимать А ультимейт То уже был прожат В итоге с ним Легко разбираются Запрыгивает Дальше Фантон Как больно Бедняги Шейкеру Забрали его Лопается Также и Энигма Синдром Продолжает Летать по драке И нарезать Соперников На салат Лост Погибнет ли Да Забрали лоста Тут же Минус Феникс Минус И вся команда Дриммейкер Ну и выживают Двоем Синдром И Куга 8758 Урона От Фантомки Которая побывала В Блэк Холле И 634 урона От Тролля Который Ну Там Прожал Все Дайбэк От Профета Эх Синдром Выход В Аганим Да Кизювай Блинк Попытка выйти В Огонь В Хорстав Просто немного Из колеи Выбивает На самом деле Игра Тари Наконец Собрал себе Энигма Добрался До него Ну теперь КД будет 110 секунд Можно будет Раз 110 секунд Давать Соло Блэк Холл В Мирану И умирать Вот Куда Вот зачем Вышел ты И вот Чего ты хотел добиться На реке Когда у тебя нет вижены Когда ты не видишь Соперника И ты Энигма Без чего-либо Ты просто выходишь И умираешь Такова жизнь Одна этот с БКБ ходит И то И то Вот что с ним может произойти Потом вот это И Ну правда не стали гнаться Почему-то за Анноуном Хотя была возможность Абистол Блэйд КД Понимаю Вот теперь можно запрыгнуть И Забрать его Вот сейчас Прячет Так Феникс Сан А помочь Разбить Помочь Разбить Помочь Разбить И Взрывается Феникс Сана Но он Разбивает лица Приходит АД Хороший ультимейт И это Минус 4 Профет Так Так Ребят Давайте-ка Наверное Без меня Срочные дела 5 тысяч урона 2 300 Столько же Сколько у Д С третьей позиции Почти Столько же Сколько у Феникса Саппорт Не может Тролль в драке Наносить урон Не может И он Все равно Погиб Так Нигма Такая С Блэкхоллом Ну А дальше Синдром Улетает Просто Из этой Сей Драке Прокатывается Мимо земелья И И Кек Помните я шутил Что теперь можно Раз 110 секунд Идти умирать С Блэкхоллом В каждой шутке Есть доля шутки Погибает Шейкер Так вот Я о чем и говорю Как вы определяете Кто Кто Изи Победит в матче Если тут Просто победить тот Кто Не успеет Ошибиться Больше раз Потому что Обе команды Любят Вот эту тему Фитфеста Просто лететь В драку Выкупаться Лететь в драку Умирать снова Идти по одному Где-то искать соперника Попытаться на Нигме В соло Убивать Всяких Фантом Ассасин И Миран Хотя Просто Один плюс Взял бы с собой И там Каждый Его ганг Был бы Смертельным Для соперника Но нет Он Решил В соло Посражаться Феникс Сан Будет разбит Поставил его Прям вот так На пороге У оппонента В расчете На светлое будущее Тролль Прожимает Ультимейт Ну и теперь Просто нужно Разбежаться А дальше В астрал Его можно спрятать После астрала Сверху Метеорхаммер Накатить И Еще один астрал Прокатывается Земель Земель глубоковато Но он под БКБ Может себе позволить Такие вот перекаты И его тут же ловит В Малифайс И он погибает Но вы забрали двоих Феникс В астрале Это не Феникс Это Энигма В принципе Не важно Это труп 35 минут И ГГ 34 На 35 Написали Дриммейкер ГГ Отвратительно Я считаю Несмотребельно Это какая-то Какой-то бред А не дотка Типа Урон Фантомки 41 тысяча Третья позиция ОД 28 тысяч Ну у Мирана Там да Там такое было А но Ну пятнашка Роуз Непонятно вообще На что рассчитывал Какие у него были планы За счет Ультимейта Леонидс Конечно наковырял там урона Но на деле Типа 9 смертей У твоего мидера На Энигме Ни одного Нет Был один успешный Блокол Но его довольно быстро Сбили Но я не знаю О чем тут говорить Увидимся на третьей карте Друзья Д棒 Добро ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...